хоть и болею но магазин надо ходить с дочей сделка сделали быстрый забег купила цветочки 3 штуки в одном трио называется не знаю вот эти вот какие будут они на не написано да только трио написано и все вот но это эти хотя не эти короче знаю только что это бархатки вот да но пусть будут три штучки взяла этих синеньких взяла давно на них смотрю уж дома ладно возьму вас опять я не знаю как называется тоже название тоже даже бумагу разорвала не были так аккуратненько сделаю нет нигде не написано просто у нас пишут бит фланцин да бит это как же блин но на при дороге вода как же панат панат хоть баран сейчас объясню по над этой дорожкой вот когда вы ходите да и как же это называется по-русски знала же ну все ладно короче придорожные цветы по моему будет так это салями как всегда с индюшина со свинины да это доча кушать такую одну докупила это птичья вареная колбаса уже дочь только такую ест это рыбы мне захотелось я все время сама солю эту думаю ладно уже куплю 200 грамм четыре с копейками напомню выходит до 16 только года я ее съем вот сейчас что-то тянет на такое на рыбу хотела еще рыбу взять на думаю ладно у меня в холодильнике место нету сегодня делать не буду сметане туши до сливках сыре сливках взяла эти сосульки уже дочины все сосала лимонные против кашля этим с витамином c ой не за лимонный уже все я уже сосули меня рыга тянет но делать нечего потому что горло ужасно дерет как будто когтями кто-то берет бывает аж дыры гочки такие печеньки раньше брала с лимонным вкусом и появились с малиной дочка возьмем такие как бисквит он как влажный бисквит такой знаете я извиняюсь за шмыганье да но от голову догинаю вроде бы вы вышмаркалась подготовилась и течет сказали это новый вид короны сейчас идет слабость ужасно вот сливки 33 трехпроцентные взяла взяла это печенье савоярди по-моему называется да я не знаю у нас просто он лёфель бисквит ложкой выложены бисквита хочу сделать тирамисо но и думаю возьмешь тирамисо а в риве как оказывается то что они сами в бекераке делают представляете там такое страшное как посмотрела ужас прям и стоит там вот такая вот столько грамм сколько здесь грамм здесь две дозы идет до 200 грамм одной вот они ее как типа в рулету так завернули до 5 евро 29 центов все представляете я говорю ручку совсем что ли здесь с ума сошли взяла просто такой сейчас оскому сбить сегодня потому что я не в силах делать уже никакой тирамису я буду его делать вам естественно покажу мне итальянский старый рецепт я не знаю на канале уже есть или нет а сейчас вот просто чай попить таких две штучки взяла в норме у нас хорошие тирамису прям тортиком идет но норму уже не стали заходить дочь торопилась пошла прогуляться как всегда багеты это полу заготовки допекать с чесноком то что дочь любит только чисто с чесноком взяла на себе семечки такие длинные мы всегда другие брали у меня до сих пор они есть черные от по моему довгань это на русском на русскоговорящим полки стояли вот такие какие-то новые белые я хочу белым йогурт она себе по выбирала раньше я в реале работала таскала ей такие йогурты а потом она что-то то хочу то не хочу иной раз сама себе зайдет купит вот тут выбрала таких вот тут вы наверно знаете какие-то сухие штучки вот тут вот в этой половинке туда в йогурт высыпаются это шокобальс шоколадные кругляшки какашки это йогурт сливочная йогуртовый да сливочный йогурт вкус вот а этот где тут написано к моспреги шоколад 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 кекс ванила да они ну тоже ванильные какие-то шоколадные макароны ну и тут вафли как всегда дочь все больше ничего не брали а 50 евриков заплатили вот так сходил как говорится за хлебушком да а да хлеб взяла это хлеб этот стала брать теперь круглый я всегда беру ржаной до или хотя бы на пополам этот называется она он без дрожжевой на этой вы поняли без дрожжей короче на на этой как ее скажите мне как она называется ну вы поняли я извинять это вчера мой пиццу делали кусочек остался я замотала чтобы не засох сейчас придет до есть все вот залезла в шкаф такие мы проверить уже машине им конец пришел выступать выкинуть блин покажусь вам полезная но это потом кусочки в какой-то видео там соберу вся мокрая как мышь любое движение все ты весь мокрый вот так сказали новый вид короны мутируем мутируем ужасная слабость ужасно дране глотки эти показывают эти сосульки шалфей уже взяла такие потому что лимонные дочину пачку такую сосала уже это язык кончик языка уже все ничего не чую запахи только вот подойдешь прям носом если упрешься тогда слышно так ничего не чувствую ни запаха и и самое главное знаете вкус вроде бы есть какой-то да но он такой стал интересный что жор напал понимаете я жру все подряд все что не приколотили все жру и травку и муравку и фрукты эти клубнику брала дочь они есть что-то не фига вот тогда я ем а я ем а вкус мне знаете просто травы кисленькая трава кисло-сладко жор короче страшенны такого уже давно не было знаете чтобы есть и и то что удовольствие получать от еды а куда до удовольствие наслаждаться пищей что ли давно такого не было уже давно такое чувство было или может это перед болезнью загадят задолго было недели за две вообще как-то еде вы знаете ела только потому что желудок сосет да вообще бывало раз в сутки только дело чтобы угомонить чтобы он не квакал там у меня позывы не подавала то бывало что здесь подкакивал это звонит я тут пока на кухне сегодня по-быстрому чтобы что-нибудь сделать макароны по-флотски делаю кишки все болят кишки кашлят так как такового нету да и запойный сухой это когтями шкребут вот запах фарш обжаривается я даже не слышу лук почистила даже глаза не слезятся вот сейчас буду резать да посмотрим проверим заслезятся или нет а слышу как в банке эти в банке моя голова ни разу не было но расскажу сейчас только подруге одной рассказывала будет если видео смотреть наталья повтор в общем мы в детстве я тоже наверно рассказывала же что мы вытворяли я поэтому за своими детьми как за земницей ока всегда смотрела никуда их от себя не отпускала потому что мы сами вытворяли ну то что один не придумает вдвоем уже придумает а втроем так и подарю мы в общем почему я сейчас это вспомнила историю да потому что вот именно слух в данный момент такой ну вот слышу я что как как тогда это было в общем убрали конечно это было бы за счастье если кировское колесо бы мы вытащили такой один раз у нас только получалось вот по над речкой у нас было два предприятия один был маш двор и там машины в основном большие машины но и знаю куда мы приволокли тракторное колесо и его воду когда резко без камеру уже внутри до тракторное колесо резко в воду опускаешь и ой мои ляшки красивые ну куда деться свои вот когда резко бросаешь его воду да ну мы сразу его опускали там привязывали до камни к нему чтобы он не всплыл огнем тогда остается внутри воздух вот и те кто не знал что мы это делали плаваешь плаваешь на глубине а речка то у нас узенькая было но были места глубокие и потом так делаешь я тону я тону и бах на дно голову засовываешь в колесо голову засовываешь и дышишь себе там сидишь пока в колесе воздух есть глаза начинают слезиться реакция пошла запах не слышу чуть не сказал звук ну и в общем вот когда там на берегу а такие мы эксперименты проводили только с теми которые плавать не умели мы знали что они не нырнут да туда за нами издеватели вот и когда они орут на берегу прыгают да мы мы как этот план на дне их слышим как в вакууме каком-то да бу 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 вот у кого так вот и вот сейчас я слышу именно так с утра мы пошли с дочью в магазин ну с утра пока дочь собралась я успела постирать погладить а потом еще посидеть и и подождать ну и магазин разговариваем я-то только слышу бубу бубу а тем более в магазине да люди там своя эта музыка что-то передают все время я себя-то слышу вот как в банке в какой-то и она что-то говорит дочь я сказала я тебя не слышу подойди прям ко мне и скажи я по губам даже читать буду а опять отойдет чуть дальше опять начинает я опять до сколько тебе раз повторять я тебя не слышу уже ору на весь магазин да ну как я сказала я себя не слышу да и мужчина потом один так сбоку из-под руки мне из-под локтя прям женщина русски я груда я слышу вы по-русски разговариваете я говорю по-моему нас сейчас не только вы слышите нас все он улыбается стоит говорит мне сырки сырки надо найти как раз стою возле полок холодильника я всю тирамису же искала где вот эти всякие мельшнинг называется киндер пингви да знаете же вот такие тут сырков то в основном такого то нету что только в магазин надо ехать я могу ну вот только вот это если вот это вы имеете ввиду он говорит нет не сладкий я так смотрю молчу соленые как мужчина я конечно не знаю где вы такое видали но я сама с казахстана даже там я сырков соленый не видал советский сыр прошла тоже не видала вон а нет нет но видно он кто-то из беженцев или может быть поляк и вот по-русски хорошо говорю он говорит который в суп добавлять сыр плавленый ну блин вы еще бы еще бы как-нибудь бы их назвали я группа идемте вообще в другой стороне холодильнике именно с плавленым сыром отвела его ткнула вот 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 фирма показала это все говорю плавленые сыры которые в суп спасибо вам большое я это услышала я пожалуйста пошла лошадь еще бубу бубу за думай мужчина все ваша бубу тетя больше не слышит меня и так некогда меня дочь ожидала терроризировал быстрее 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 потому что уже невестка позвонила и вы меня видите дурака кусок сейчас 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 все будет во голова профессора дуэля вы не охота идти за штативом жопа ленивая невестка старшая позвонила ей сказала что с ночи хотят прогуляться не хотела ли бы она с ними но она естественно хотела бы лишь бы дома не сидеть ей да с мамой никуда идти ну как хочешь магазин ты должна посетить вместе со мной мама сегодня не в том состоянии чтобы сумки таскать не в том но не но не до такой степени поэтому как хош крутись как хош сейчас я вас на низ спущу вот так ой мы хотели упасть не дадим тут лучше ну и вот что хотела еще сказать думаю все равно ничего не этого чтобы не пропадать известюся что я тут и тут очки я в общем хотела еще рассказать немножко про мистику то что я в том видео последним до крайнем последнем говорила вот куда опять в рот тянешь было такое да у отца мои детей погиб брат вот но перед тем как он погиб у нас тогда в 90-е годы света не было до начала 96 это февраль месяц и мы всегда вечерами кто к нам приходил тогда к нам приходили одноклассница моя бывшая с мужем зачастили да или как сказать в общем они когда им там хотелось они приходили со своим ребенком ну и мы в карты садились играть или ой угадай мелодию дело садми напевали сами угадывали чем и только не делали в прятки играли ну и в общем вот в карты играли да и буквально перед его смертью наверное перед этой трагедии 3 по моему вечера так мы виделись тоже каждый день с ним ну а тут получилось где-то на месяц на две недели точная его не видела и потом ну я дальше расскажу почему я именно про это говорю да а перед этим у нас постоянно с ним был спор постоянно мы цеплялись я про то что бог есть а он про то что его нету и каждый раз наш разговор сводился к этому и в один из разговоров прям вот и это был последний разговор он не говорит давай договоримся так кто первый из нас умрет тот потом приходит по сне там у к тому кто остался жить и говорит есть бог или нету дура тоже еще давай все и тут на месяц где-то ну или две недели но как-то получилось я не знаю почему но мы не виделись больше да вот и дня за три где-то к нам никто не приходил и мы начинали ну играть в карты с отцом моих детей и вечером уже дети когда ложились спать и вот он значится а он перед этим вот эти три вечера до два вечера оставался в дураках по нескольку раз по семь по восемь раз ему надоедало все мне надоело пошли спать ну ладно надоело так надоело ходи дураку и и вот это последний вечер вот в ночь перед тем когда в эту же ночь все спасу случилось да он раздает мне карты опять проигрывает до раздает карты и я поднимаю ну козырь крестия да кто в картах понимает но это крестик вот это да сейчас я порядок привет сходила я уже за этой как не держался сапилка свистел когда для для телефон в общем он не раздает да крестия и выходит и козырь крестия ну тут карты у меня тут понимает да у меня все шесть карт все крестия я говорю пересдавай сейчас пересдавай он пересдает опять то же самое как и главное крести он говорит ну нафиг что за чертовщина я говорю не пересдавай шесть раз он мне пересдавал все шесть раз были козырь крестия и все карты шесть штук у меня именно не у него а у меня крестия и тогда мы закинули карты у меня холодок пошел я как предчувствие да какое-то ну нафиг везде все нормально а мы сами с ним на тот момент были разведенные вот мы развелись но проживали еще на одной территории потому что он там себе живет покупал и что-то у него там не получалось да но вернее покупал что-то договаривался и не суть дела не об этом речь потом мы помирились после смерти его брата не заставал жалко вот и помирились вернее он только тогда и одумался что он может потерять но не об этом речь вот и в эту же ночь мы ложимся спать и мне снится сон до под утро уже я еще одну установку сделаю горло прямо хочу сказать что макароны по-флотски делаю да сейчас общалась и подруга мне говорит а я сегодня была как вы спагетти с соусом болонезе тела да а я не могу себе такое позвать редко-редко я уже плюну и делаю у меня дочь не ест никакие полонеза никакие соусы вообще не ест никаких томатов она есть кетчуп она есть майонез но потом когда по желанию она себе добавляет до макароны если вот фарша грани как макароны по-флотски должны это без никто я люблю овощи добавить до на тогда есть не будет овощи есть она только в сыром виде но вот такой человек она так их не ест и вот поэтому делаю без никто макароны голые по-флотски по-флотски не по-флотски на флоте будут нас судить воду поставила я всегда воду добавляю когда макароны варю подсолнечного масла немного вот оливка оба добавляла но я не терпеть не могу правда здесь фарша дали лук перец столь чуть-чуть сафарка ничего больше нельзя иначе она есть не будет вот еды дома то достаточно но она и не свежую еду тоже не если она уже раз поела что-то второй раз она это есть не будет все ладно возвращаясь к истории и снится мне значится сон под утро уже до вставать снится такой сон что я у себя дома в том доме в котором мы проживали на тот момент мясо много как будто бы свеженина до свежена мы называли до разделка мяса то есть когда свиней резали мы тогда сразу разделываешь мясо на то чтобы обжарить до потушить картошечки отварить ну кто резаки там если нанимаешь если нет все равно кто-то помогает один человек не справится но ставится но это будет совсем долго вот и я значит разделываю это мясо да и поворачиваюсь у меня мясо столько много но то зираюсь вокруг да у меня мясо 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 везде как полу туши туши лежат да и я в ванну опускаю чтобы помыть а нет потом поворачивать я этот сон до сих пор помню и смотрю на свои руки и у меня руки вот так по локоть в крови и мне страшно аж думаю ничего себе и здесь стоит ванна да и в ней вода и мясо тоже обмывать надо в ней куски мяса лежат уже да я их обмываю это и понимаю что это куски человеческого мяса и мне даже тошно не стало да а мне потом тошно было утром когда я думаю ну как мне во сне до было не тошно это я это обмываю понимаю она ну мясо похоже на свинину как мы резали дам но в мозгу я понимаю что это человеческие куски мяса и мне из них в мозгу да я понимаю что мне сейчас это все обмыть как-то надо из него сложить из этих кусков целый целого человека в гробу чтобы он лежал в гробу и надлежащим виде да и я думаю как же мне это все сделать теперь из этих кусков и тут откуда не возьмись какая-то старая старая совсем бабушка прямо вот такая скрюченная худенькая появляется у меня вот именно с этой стороны с левой вот и она мне говорит ладно иди говорит не мучайся это вода с кровью да вот этот все иди говорит не мучайся это что и родственники понимаю тебе и так тяжело это еще и твой родственник я на нее смотрю да и просыпаюсь в этот момент вся в поту слезах да и думаю что это было вот что это за ужас был ну и когда такие сны а тем более под утро до снятся ты долго забыть не можешь ты ходишь вот в ощущении того что это действительно так и было и буквально наверно сколько 11 утра ну рано вставали тогда там хозяйство же хоть и зима где-то 11 утра мы уже управились да все это мой завтрак на стол собирать и тут звонок а буран такой был в ночь да у нас буранище был такой сильный тот звонок телефонный я поднимаю трубку ну и там мне говорят что так и так а у него оказывается была смена ночь он дежурил в эту ночь на работе и вот себе представьте как потом не верить да да все это есть все это есть но надо с этим как-то регулировать да вот а потом начался другой ужас после его похорон а и когда я оповестить его жену до жена его было как раз на восьмом месяце беременности на сороковой день после смерти она родила ребенка второго уже вот это для тех кто не знает многие кто сейчас смотрят знают они знают всю эту историю вот и в общем когда его привезли да и я долго на него в гробу смотрела он был не он вот не он и я не могла понять ничего себе вот тогда я первый раз на она обратила внимание на то что как смерть меняет ли лицо человеческое да это я потом здесь убедилась когда и отец у меня умер тоже ушел сам и дедуля мой вот что дедуля да когда именно я наблюдала когда он умер и еще находился много часов в квартире да пока его забрали он еще был тот ну человеческий образ да а потом когда его забрали уже мы на похороны пришли с ним прощаться последний раз вот этот печать смерти да на лице человека тот уже человек ну не тот и вот именно я на него смотрела и думала ничего себе как изменила ему ну печать смерти да но самый шок было у него в тот период пока мы не виделись да была встреча одноклассников его одноклассница пришла еще по-моему какие-то одноклассники были помогали тоже с похоронами готовить да вот это все и они принесли фотографии встречи со встречи одноклассников и когда я посмотрела на фотографию у меня правда как будто обморок в сознании произошел честное слово он стоит на встрече одноклассников и у него на лице смерть печать смерти понимаете я его вижу таким какой он в группу ну я начинаю всем говорить вы видите вы видите он вот вот он вот другие фотографии до до этого вот он такой смотрите сюда на его лицо и смотрите то что в гробу то есть смерть свою печать поставила уже задолго да за несколько дней до этого до происшествия все в наших руках как я и говорила за хиромантию открою сейчас это не секрет дать но именно на его похоронах я другому человеку посмотрела руку да и знала что он максимум два года вечно проживет и он умер в этом же году осенью и я больше сказала не буду этим заниматься но когда я этим заниматься вот что я еще вспомнила то что линия линии на руках да на ладонях на наш они имеют свойство изменяться по жизни они изменяются и это изменение происходит как я понимаю зависимости от наших поступков да от наших передвижений по жизни куда мы сворачиваем на очередном перекрестке жизни и они меняются это правда я на своих руках это вижу то что было даже когда я занималась этим делом да изучала не занималась я изучала единственные у кого руки я посмотрела это у этого человека который умер он был первым уже был последний больше я не смотрю но если даже вижу ладони я не смотрю на линии сознательно не смотрю потому что это страшно видеть видеть и знать что когда человеку конец вот вот такое значится дело что это еще хотела на было горить но наверно хватит было горит вода закипает сейчас опущу ложки макарошки дочерь тоже любит это такие эти меленькие с дырочкой у меня есть но побольше нет только такие мелкие с дырочкой только эти только их спагетти или лапшу свою я катаю на канале есть да и там с грибами делала с грибами она есть иногда тоже один раз она может поесть вот вот что единственное с грибами потому что их наверно с сырами не поешь люди есть едят да но я нет я вообще грибы только здесь германия начала есть вот эти шампиньоны да казахстане никогда не ела грибы я их боюсь не знаю шампиньоны ем ну и вот летом или под осень уже сын ездил с братом с моим братом на грибачили грибов он привозил я их почистила до заморозила порезала потом отваривала и поджаривала и вот мы ели но мне вкус не нравится другие грубо грубов кроме шампиньонов вот что-то хотела вам еще сказать отключусь пока да если голову придет подключусь расскажу нет значит завершим это видео вот так как-то как-то так тогда вспомнила быстро да расскажу это еще до постараюсь по быстрому и все на этом эту тему закрою да в общем как мы с ним и договорились он не стал приходить во снах каждую ночь каждую без пропусков дошло до того что уговор то был естественно это все моей голове до приходил он всегда а он погиб погиб именно трагически дал не умер а погиб его весь бинтах приходил вот и когда я его спрашивала да ну что бог там есть теперь-то ты удостоверился он улыбался и мне говорил а пойдем проверишь узнаете как в том анейдоте да когда мужчина обратился к врачу да с с претензия или как с требованиями нет с анализом таким или как что он все время писался в кровать да и врач с ним разговаривал ну почему вы писите сюда давайте разберемся что вам снится приходят мыши да там и они приходят кто-то там приходит и говорит пойдем по писем писица и он говорит следующий раз когда придет ты ему скажи а я уже пописал но он так сказал приходит на следующий день говорит ну что доктор у нас говорит все на следующий день он опять приходит доктор и плачет тут ему говорит ну что что опять он говорит сегодня он опять говорит пришел и мне говорит пойдем по писем я и ты могу ли нет спасибо я вот тогда было не смешно дошло до того что да он не говорил все время а ты пойдем ты сама увидишь и я даже обдумывала план вы понимаете как сознание может с тобой заиграть обдумывала план как мне выпить например таблетки да я знала какие чтобы как бы уже грань переступить но в то же время и вызвать самой себе наперед скорую ну чтоб детей не было дома да чтобы скоро приехал и успела спасти я все-таки я пойду посмотрю и вернусь назад вот что было молодость во первых во вторых да вот он меня просто доводил вот этим пойдем и все каждую ночь он приходил есть бинтах и каждый раз он говорил пойдем потом сны стали такие что это длилось не даже не месяц не два это длилось больше года каждую ночь представляете и потом он перестал приходить бинтах а перестал а стал приходить именно такой как он был при жизни и все время он говорил вы закопали то не того я то живой это вы другого закопали а я жив он даже здесь в германии вот этот девяносто шестом году было да он погиб по-моему девяносто шестой максимум девяносто семей уж точно не помню и здесь уже здесь в германии он мне сейчас снится не каждую ночь редко до приходит и о чем-нибудь говорит и получая получалось вперед до что когда я звонила его жене то и говорила что он опять ко мне явился она даже он ей не снится до или может снится на редко почему именно тебе я потому что видно мы договорились потому что мы договорились мое сознание со мной играет вот и он бывало снился потом уже да все реже реже но факт уж он до сих пор снится и каждый раз он является именно то что он он живой он является он приходит да и говорит не бойся что ты боишься да мне страшно он живой подходит к тебе да и сон такой как будто бы это явь понимаете что ты понимаешь что это явь и мне страшно да и я говорю ну ты же умер уже столько лет назад он говорит так вы похоронили я тебе сколько может можно тебе повторять вы похоронили не того это не я это со мной играет вот сознание до сих пор до что я печать смерти когда увидела на его лице да и у меня сдвиг вот этот произошел до во мне внутри что он это не он вот что он при жизни было одно лицо в смерти совсем другое что именно печать смерти с ним случилось за несколько дней до смерти да и вот сознание со мной играет и во многом потом он стал снится именно тогда когда что-то в его семье происходило да что то происходит он мне снится я говорю звоню и жена его говорит ну надо же да вот тут и то-то произошло вот вот так то такая мистика да но накануне вот это все со мной происходило не знаю ну и бывает же да что покойники говорят вот именно люди которые умирают да они не являются самым дорогим людям ну к женам к детям да к кому еще к самым родным людям с кем они были вообще на одной волне да на на связи вот этой тонкой ниточкой связаны они не являются они находят кого-то и туда являются есть такое что духе могут до приходить и что-то говорить да еще это не гарантия что это они это духе приходят о чем-то предупреждают как меня предупреждали да вообще дух какой-то старой бабушки которую я знать никогда не знала и больше своей жизни кроме как там вы с ней не видела вот вот у меня например отец он 2015 году умер и он мне не снился вообще ни разу но недавно я не помню месяца два назад один раз мельком он мне приснился да и я все время хочу с ним поговорить а он вот мелькнул исчез мелькнул и исчезда и всегда молчит всегда молчит дедуля мне приснился на сороковой день хотя у нас у немцев нету до 49 9 9 дней такого нету где-то на сороковой день он не приснился и одеты в белое одеяние вокруг него были ангелы честно я прям сон как на его увидела они пели песню такую красивую песню пели голоса такие то без музыки вот песня такая шла я и тоже это все под утро да я проснулась и повторяю слова этой песни и думаю сейчас надо пойти записать пошла по своим нужде в туалет вышла и я забыла слова этой песни понимаете вот вот как напрочь я до сих пор мелодию вот помню так как пели ангелы но теперь напрочь забыла да и дедуля в белом одеянии весь такой сиял счастливый и я ему это счастливым грида но я опускаю глаза на его ноги да и из-под белого его вот этого вот как саван или что это у него ноги во льду во льду прямо льди на ногах да на конечностях и я могу тебе не холодно он говорит нет не хорошо я счастлив вот но ноги почему-то были вот вот сейчас он мне иногда тоже снится его я не боюсь да он не говорит что он это не он вот единственный это вот этот человек он покойный он до сих пор мне говорит что он это не он мы все попутали вот а дедуля снится именно в таких ситуациях как будто вот я в гости прихожу да и не с бабулю встречает как всегда мы разговариваем до кушаем там вот это все спокойно все происходит я просыпаюсь как будто в гостях было вот вот такая ерунда ну ладно все больше не буду затягивать все что хотела сказала надеюсь вас там совсем не стошнит от этих разговоров да ну что есть то есть да как есть так рассказываю ничего не утаиваю ничего не прибрихиваю вот то что есть то и говорю и кстати у меня свое понимание тоже вот на кладбищах да как делают памятники и все остальное так против вообще у меня я своим детям постоянно об этом говорю но я пропишу слава богу здесь можно в этой стране прописывать как и что у меня будет уже сейчас я могу это сделать но все оттягиваю чего-то все оттягиваю я вообще хочу чтобы маленький крестик там какой-то стоял и место вот чтобы дети знали если им надо к этому месту прийти потому что я считаю что как душа ушла да а тело это просто сосуд мы к нему не должны привязываться да и тело но там уже давно сгнило и извиняюсь за подробности но это так в земле прах к праху да и для меня чтобы поговорить с покойной душой да мне не надо идти к этому месту где про прах уже да мне туда не надо если кто-то привязан тогда то ну если людям это надо туда но я например лично себя вообще не понимаю когда люди ставят памятники просто выше чем вообще человек был при жизни до в бетон за забивают могилу да то есть все ты не выберешься уже оттуда не твое тело уже оттуда не выберется ну все что мы в жизни до живем жизнь у всех в своих ситуациях до в своей мере как когда-то на каких-то отрезках жизни она бывает вот как камень тащишь да по жизни какие-то проблемы преодолеваешь до подчас проблемы которые мы сами себе и создаем тему и преодолеваем да ну это доходит до кого-то поздно надо кого-то вообще никогда вот но для меня хочется легкости да я не хочу чтобы мы прах забетонировали вот но не хочу я об этом думаю да и говорю потому что моя душа сейчас еще связана на сто процентов да с моим телом когда моя душа отойдет пройдет какое-то там время для нее период это только богу известно сколько и она уйдет она от тела отвяжется к телу привязаны только мы родственники до которые здесь остались и нам тяжело и нам надо куда-то идти так как дань отдать или что вот как у меня там вот ты хоть умри видно моя душа в прошлой жизни она воевала на войне это понимаю потому что вот хоть убийся я понимаю что патриотизм ленинизм это в нас все сталкивали дай им это надо из себя вытолкнуть но она не выталкивается до душа это вот прям переживает болезненно так как будто бы это вот со мной именно происходило да хотя я-то родилась в семьдесят семидесятых годах задолго уже после войны да но моя душа переживает это так как будто бы я участвовал в этом мире шкурно да душа моя страдала и мне это дорого очень пойти и отдать честь дань погибшим за эту в эту войну вот и хоть я болею хоть думаю все сама себе говорю все сиди никуда не пойдешь две минуты приходит как ты не пойдешь встала и пошла купить разговору я думаю что даже если еще болеть буду продолжать дату я все равно пойду это для меня дорого да я должна вот должна и все ну а за кладбище не сказал да не асфальтируйте своих родных поставьте крестик это им там не надо мне такое чувство что вот душе потом там тяжело когда вы ее забетонируете я когда увидела да мы все в этом участвовали да когда поехала через год и увидела как забетонировали моего отца я до сих пор в шоке я фотографировала на память его могилу себе да но ни разу после того как фотографировала ни разу не смотрела это 2016 я поехала ни разу больше эти фотографии не просматривала забетонировали полностью под черный мрамор черный памятник высотой почти в мой рост единственное что я там сказала да отец если ты даже хотел выбраться ты уже не выберешься оттуда тебя конкретно забетонировали для меня это дикость для меня это дурость человеческая замуровали демоны все ладно больше болтать не буду вы свои пишите думки мысли по этому поводу да для меня крестик травка цветочки вот уж у природа даст до белочки пусть скачут зайчики вороны грачи кто там все пусть скачут мне ничего не надо вообще крестик бы я хотела вот обозначить свою могилу да но у нас кресты запрещают сейчас-то деревянные на полгода могут разрешить пока ты у первого памятника а потом запрещать почему потому что мы русскоговорящие или и из нас как-то надо этого вытеснить да ну из нас и вытесняют это силой вот для меня даже этого не надо я говорю вы будете знать если вам надо будет придете если не надо будет вы знаете меня там я буду там или уже новый круг пойду не дай бог вот не дай бог я больше не хочу хватит честное слово об этом бога и всегда прошу чтобы это был последний мой круг я больше не хочу все мои дорогие все всего самого-самого красного такая тема тяжелая да но они тоже надо говорить мы все смертны к сожалению или к счастью не знаю но мы все смертны у каждого из нас есть конец срок да и этот срок помните что мы можем его изменить всегда по жизни можем изменить поэтому надо с господом держать связь а только он знает на каком перекрестке в какую сторону в правильную свернуть вот поэтому бога вам всем помощь божие благословение для благословения если это две разные вещи радуйтесь живите будьте в разуме счастье в здравии любви добре пусть вас окружает мир и над головой и вокруг вас и внутри нас люблю ценю и уважаю не забывайте так или вот так в зависимости понравилось или не понравилось но не забывайте ну и конечно же пишите свои комментарии делитесь в соц сетях моими видео приглашайте своих родных друзей близких знакомых и даже врагов если их у вас если они у вас есть дай бог чтобы их у вас не было никогда не надо вот все пишите мне свои мнения по этому поводу пока пока